Ростов-на-Дону До вступления в силу с 1 декабря 2009 года Лиссабонского договора председательство менялось. Полгода одна страна Европейского Союза, следующие полгода другая страна. Она председательствовала всюду и во всем. Лиссабон поменял теперь постоянный председатель. Это уже не страна, это конкретный человек, председатель в Европейском Совете. Его сразу назвали президентом Европейского Союза. Это неправильно, это не так. Это лишь фигура, председательствующая на встречах глав государств и правительств стран 27. Но это и то лицо, которое всех между собой мирит, и то лицо, которое должно готовить эти встречи, эти саммиты. Вот эта встреча носила переходный характер. Она была чрезвычайно интересна для Российской Федерации, потому что мы посмотрели, а как это будет в дальнейшем. Это был как бы учебный класс и для Европейского Союза, потому что с таким мощным партнером, как Российская Федерация, естественно, интересно тоже опробовать свои новые возможности и опробовать те механизмы, которые появились у Европейского Союза. Кто был с нашей стороны, кто был со стороны Европейского Союза на саммите. Это две компактные, но очень представительные делегации, во главе которой в России Медведев и министр иностранных дел Лавров со стороны Европейского Союза. Это председатель Европейского Союза, то есть встреча глав государства и правительства Европейского Союза, Ван Рампей. Это председатель Европейской комиссии, Жозе Мануэль Борозу. Европейская комиссия это фактически правительство Европейского Союза только в той части, которая носит наднациональный характер, потому что другие функции исполнительной власти осуществляет Совет Европейского Союза, где представлены государства-члены. И уже как бы ступенькой ниже высокий представитель Европейского Союза по международным делам и политике безопасности, баронесса Кэтрин Эштон, англичанка. Смотрите, как интересно поменялись наши взаимоотношения на уровне саммита. Раньше это был глава председательствующей страны и глава как бы правительства с высоким представителем также, но который был высоким представителем от межправительственного сотрудничества. Сейчас мы оказываемся в ситуации, когда страны-то фактически вообще не представлены на высшем уровне. У нас наднациональный председатель Европейского Союза, наднациональный председатель Европейской комиссии и очень странная комбинация полномочий, которые есть у Кэтрин Эштон. Она, с одной стороны, фактически министр иностранных дел государства, и в этом отношении она выполняет инструкции, которые получает от Совета министров Европейского Союза и глав государств. Но, с другой стороны, она является сейчас, и это новшество, капитальное новшество, которое очень много меняет, она является вице-председателем Европейской комиссии. То есть должна в большей и большей степени работать по правилам, принятым в наднациональном сотрудничестве. Значит, получается, что мы сейчас в гораздо меньшей степени работаем уже в этом саммите, а через государство все начинает замыкаться на Евросоюз как некоторую целостность. Это уже новое качество. Но новое качество – это всегда минус, это всегда плюс. Минус, потому что это непонятно что. Плюс заключается в том, что мы можем попытаться посмотреть на наши взаимоотношения и на то, как мы работаем, несколько иначе. И поэтому практически повестка дня, она сочетала в себе все традиционные элементы, но одновременно и новую постановку некоторых вопросов. Но традиционные элементы, естественно, речь шла о системе коллективной безопасности, об урегулировании конфликтов, тяжелейших конфликтов, которые нам сейчас достались от предыдущих десятилетий, география которых вся планета, все-таки Россия и Европейский Союз – это глобальные игроки. Речь шла о климате. Другой вопрос – это энергетика, сотрудничество между Россией и Евросоюзом в этой области. Мы теснейшим образом связаны. Мы связаны не только нефтепроводами и газопроводами, мы связаны в значительной степени единым хозяйственным комплексом. Сколько мы производим, они потребляют, и наоборот, то, что они производят, закупаем мы. Но в значительной степени это традиционная повестка. Что нетрадиционная? Нетрадиционная на саммите была утверждена инициатива партнерства для модернизации. Сразу же возникают вопросы, а что это такое? Это очень сложно ответить, поскольку никто не знает, что такое модернизация. И никто не сможет ответить, что такое модернизация, потому что для каждого общества модернизация значит несколько другое. Все зависит от ваших стартовых позиций, от специфики вашего общества и тех целей, которые вы перед собой ставите. Можно оттолкнуться от другого. Все прекрасно понимают, что есть проблемы. Есть проблемы с производительностью, с труда, есть проблемы с технологическим уровнем. Для западной или центральной Европы нужно быть на уровне Японии, на уровне Соединенных Штатов Америки, которые в отрыве. И стараться идти вперед, чтобы Китай своим массовым производством не задушил какие-то технологичные или будущие отрасли экономики. Для нас речь идет о том, чтобы создать в значительной степени инфраструктуру для нормального социально-экономического развития, которое было бы в интересах населения своей собственной страны, для того, чтобы население не думало о том, куда бы уехать, а создавало комфортные условия своего существования внутри страны. Поэтому можно оттолкнуться от другого. Вот нужно решать некоторый набор проблем, тех, которые для вас являются сейчас наиболее актуальными. И на это и должно быть сосредоточено партнерство. Не вообще размазывать кашу по тарелке и потом, как кто там у нас пытался клювиком-то эту кашу есть, а поместить эту кашу в кувшин, то есть в этот кувшин собрать то, чему мы придаем наибольшее значение. В том заявлении, которое было принято по поводу самой инициативы, перечислены приоритеты, перечислены те области, по которым будет идти работа. Вот главное, что есть сама инициатива, то есть есть идея. Идея, которая заключается в том, что нам нужен результат, нам нужен этот результат в обозримом будущем. Нам нужно работать по приоритетам, нам нужно эффективнее использовать те механизмы взаимодействия, которые уже созданы. Какие это механизмы взаимодействия? Это дорожные карты, это общие пространства и это диалоги по реализации дорожных карт и созданию общих пространств. Их более двух десятков, они охватывают самые разные направления, их можно переналадить на получение конкретного результата, переналадить на то, чтобы они прежде всего ориентировались на эти наиболее перспективные области сотрудничества. В чем сейчас вопрос? Мы оцениваем саммиты, привыкли оценивать саммиты по тому, что на них говорилось, по тому, что на них состоялось. Это совершенно неправильный подход. Нам нужно оценивать саммиты по тем последствиям, которые они имеют. То есть, если мы сейчас снова все заболтаем, те договоренности, которые есть, то взаимопонимание, которое было достигнуто, ну что ж, будет как всегда. Если мы все-таки выстроим работу, договоримся о конкретных планах и займемся осуществлением конкретных проектов, то есть перейдем от общих разговоров к программно-целевому планированию и реализации этих проектов, тогда все смогут ощутить, вот через какое-то время этот проект сделан, это заработало, здесь создана инфраструктура. Мне кажется, что самое главное и самое сложное – это создать у нас или создать в рамках Европы инфраструктуру, подвенчурный проект с тем, чтобы вот именно эти вещи шли легко и быстро и сразу же выходили в производственную сферу и на производство конечного продукта и удовлетворение потребностей потребителя. С точки зрения того, что состоялось – да, очень неплохо. С точки зрения того, что из этого получится, надо просто работать и организовать эту работу. И подключить к этому, конечно, не только государственные структуры, подключить бизнес. Он накануне сам провел очень хорошую встречу на Варчеркасске и показал, что можно было бы делать на практике. То есть вот этот вот импульс использовать и подключить, конечно, тех, кто прежде всего заинтересован в модернизации. Вот этот вот пускай и достаточно узкий, но существующий реально класс людей, которые хотели бы вносить свой вклад в непонятную, но очень нужную модернизацию страны. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok